Александр Григорьевич, пожалуйста. Уважаемые друзья, процесс формирования таможенного союза, единого экономического пространства, наконец, Евразийского союза, был исключительно долгим и очень сложным. Кого-то мы теряли на этом пути, я имею в виду Украину времен Кучмы, которая также начинала с нами эту тяжелую работу, но, к сожалению, ноша оказалась очень тяжелой для Украины, но я уверен, что рано или поздно руководство Украины поймет, где лежит ее счастье, по крайней мере, не будет терять то, что по праву должно принадлежать украинскому народу. Кого-то мы находили на этом долгом и трудном пути, как наших друзей и братьев из Армении, Кыргызстана. Всякое было, всякое было за эти десятилетия, но мы, не останавливаясь, шли вперед, верили в будущее. Как вам уже известно, наша совместная работа на ниве евразийской интеграции сегодня отмечена важным событием – подписанием договора о Евразийском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России. Этот документ, с появлением которого мы связывали большие надежды, и Беларусь всегда занималась здесь открытую позицию, четко формулировала свои цели, задачи в рамках евразийской интеграции. Наши приоритеты известны. Мы, опять же, это искренне и честно объявляли, что порой вызывало недовольство в отдельных кругах наших государств. Учитывая ту работу, которая была проделана при подготовке договора, в том числе на уровне глав государств, Беларусь сегодня поставила свою подпись под этим глобальным документом. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренностей, достигнутой в ходе очень непростого переговорного процесса. Вместе с тем необходимо констатировать факт, что решение ряда проблемных вопросов экономического сотрудничества, прежде всего касающихся взаимной торговли между государственными членами, отнесено на отдаленные сроки. Чтобы наша дальнейшая совместная работа по этим направлениям не забуксовала, чтобы мы так же упорно двигались по этому пути, а подписание сегодняшнего договора – это не окончание процесса. Я бы сказал, это начало серьезного процесса, о котором говорил только что президент Назарбаев. того процесса, когда мы и сами себе, повторяю, и всему миру обязаны доказать, прежде всего своим народам, что мы сделали правильные шаги в этом направлении. Так вот, чтобы те вопросы, с которыми мы столкнулись, и сходу не смогли решить, реализовывались в будущем, мы заявляем о том, что шаги по построению Евразийского экономического союза должны быть увязаны с решением вопросов, оказывающих значительное воздействие на взаимную торговлю государств-членов этого союза. Мы верим, что экономический союз станет основой в будущем нашего политического, военного и гуманитарного единства. Позвольте мне также от имени белорусского народа поздравить народы России и Казахстана с этим историческим событием. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ